Нет равнодушия и без участия к месячнику по благоустройству, только за первую неделю его проведения подключились многие организации, а также все учреждения образования областного центра. Среди них и средняя школа номер 33. Несмотря на удаленность от центральной части города, здесь всегда готовы поддержать любое благое начинание. Ежегодно у нас в Бресте объявляется месячник по благоустройству территории. И наша школа, как и все школы Ленинского района и все школы города Бреста, я думаю все школы республики присоединяются к этому месячнику. Мы проводим работы по благоустройству территории, убираем мусор, который накопился с зимы, белим дорожки, белим столбики. Надо, чтобы весну встречать с территорией благоустроенной, красивой, потому что весна это праздник, праздник возрождения природы. И все-таки мне, как жителю города Бреста и всем работникам школы, хотелось бы увидеть свой город чистым, красивым, ухоженным. Гимназия номер 5 также не осталась в стороне. На своей территории администрация, педагоги и сами школьники провели большую работу по облагораживанию. Уборка мусора, сухих веток, листьев, оставшихся с холодных сезонов. Всем хочется, чтобы рядом с учебным заведением было уютно и комфортно. Недаром говорят, что школа второй дома – коллектив преподавателей и учащиеся одна большая семья. Поэтому и наводят порядок на территории учебного заведения вместе. Для того, чтобы город стал чище и уютнее, коллектив гимназии номер 5 вышел сегодня на субботник. Мы присоединились к городской акции по благоустройству территории. Убираем опавшую листву, которая осталась после осени, высаживаем новые кустарники, убираем территорию. Также в акции будут принимать участие и учащиеся гимназии, кроме коллектива. Наведение порядка – это не только сбор мусора, опавшие листвы и благоустройство. По инициативе администрации Ленинского района и при поддержке Брестского ДЭП, кроме вышеперечисленных работ, прошла и мойка остановок общественного транспорта. Согласитесь, немногие могут похвастаться тем, что видели сами, как это происходит. Однако, когда есть потребность, представители ДЭП выходят на городские улицы, тем самым обеспечивая порядок и чистоту в нашем любимом городе. Ведь наш Брест – это наш дом. И всегда хочется, чтобы в нем было уютно и комфортно. Александр Богданович, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.